Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Маркин Рокутагин, Кокос и Капитан Очевидный. Здравствуйте, мои дорогие! Красава! Сегодня мы хотим от всей души поздравить вас с наступающим 2021 годом. Заметим честно, год 2020 для большинства из нас был весьма и весьма непростым. Так вот, хочется, чтобы 2021 был полной его противоположностью. Чтобы в этом году все ваши мечты сбывались, ваши родные и близкие были здоровы. Ну и, конечно же, самое главное, чтобы вы были по-настоящему счастливы и радовались тому, что вы живете именно той жизнью, в которой живете. Где-то заплакал один Крючко. Эп, ты бы и так не сказал, молчи. С наступающим вас новым 2021 годом! Счастья, здоровья и любви! Присоединяйся! Во, красава! Ну, ракуха, поскольку пошла аналитическая часть, давай колись. Будешь ли в 2021 году ты играть в помоечку? Ну, капитан, очевидность, некрасиво, между прочим. Все-таки, как-никак, это наша любимая игра. Хотя, ха-ха-ха, да. Итак, друзья, давайте обсудим, чем же знаменовался, так сказать, отличился год 2020 в Warface. Откуда мы шли и куда, собственно, мы пришли, докатились. И прежде всего, друзья, надо, положа руку на сердце или еще куда-нибудь, сказать честно, какие были минусы. Вы знаете, вот в Новый год начинать с минусов хорошо, потому что переходишь к плюсам, и потом остается приятное послевкусие. А минусов у нас, ребята, хватало. Разработчики так и не завезли нам новую клановую систему, которую обещали, и вроде как теперь уходят от этого. Ну, вроде там и так все неплохо, что очень жаль. Хотелось бы, на самом деле, разработчики хотелось, и идей-то не так уж и мало. В свою очередь, и я предлагал некоторые варианты. Например, создание малых кланов, отрядов, это уменьшило бы текучку и сделало, как бы, придало вторую жизнь этой системе. Мне кажется, от этого все-таки не стоит, не стоит уходить. Это стоит все-таки разобрать. Стоит подумать над этим. Предложений ведь было немало, не только мое, но и другие люди предлагали. И есть к чему прислушаться, я считаю. Также в игре очень сильно вырос онлайн, и частенько в час пик на популярных картах в комнате наблюдается от 11 до 13 человек, по моим последним наблюдениям. Будем надеяться, что эта проблема будет решена объединением серверов. Каналы ютуберов, большинства ютуберов, подвергаются стремительному росту. Ну а наши наиболее именитые киберкотлеты делают, как у нас сейчас модно говорить, решафл с Уорфейса на Валорант. Правда, не очень приятная, но иногда стоит сказать ее в лицо. Ведь это еще один хороший повод. Хорошенечко так задуматься, дорогие разработчики. Однако, несмотря на все это, были и положительные моменты в этом году. Правда, я как-то начинаю забывать, какие именно. Ну а если серьезно, нам добавили систему карточек. И хотя многие говорят, что фу, это не то, да это фигня, да без доната никак, я вынужден с этим поспорить. Я не так уж и много, если честно, по сравнению с былыми годами, мало играю в эту игру. И тем не менее, я уже собрал пару пушек, просто играя в эту игру с помощью карточек. Я очень надеюсь, что эта система будет развиваться. Она станет более доступной, более действительно не донатной, чтобы практически каждый игрок мог получить какое-то плюс-минус достойное конкурентно способное оружие. С помощью этой системы, системы настоящего фри-то-плей. Завезли нам и новый интерфейс. И вы знаете, меня лично он действительно обрадовал. Да, он где-то еще там подглючивает, подлагивает. Ну, это, собственно говоря, у нас лагал интерфейсы раньше, так что плюс-минус то же самое все и осталось. А вот выглядит он совершенно иначе. И чтобы алды понимали, это, конечно же, в первую очередь нацелено на тех людей, кто захочет попробовать нашу игру. Потому что то, что видишь, как говорится, встречают по обертке. Обертка, самое главное, ты заходишь, смотришь, ага, графончик, интерфейс, ммм, круто. Пожалуй, действительно стоит покатать. И это важно. За это нашим разработчикам однозначно жирный плюс. Следующее изменение, вы знаете, наверное, самое главное не только в 2020, но и, пожалуй, за всю историю существования Warface. Наконец-то началось, потихоньку, но началось объединение серверов. Пока это касается Бразилии и Европейского региона, но первый опыт уже успешный. Впереди нас ждет объединение наших СНГ серверов Альфа Браво и Чарли Вадим. А потом, как вариант, возможно, и объединение СНГ с Европой. Что само по себе очень круто. А если сюда еще и прикрутят кроссплатформу, и люди с Иксбокса и Плейстейшена тоже присоединятся к нам, будет вообще круто. Вот тогда-то точно никаких проблем с онлайном в этой игре не будет. Потому как на ПК-версии в одной только СНГ, в нашем, так сказать, союзе, существует более 70 тысяч онлайнов пик. И это очень даже неплохо. Конечно, после праздников это немножко спадет. Тысяч так до 60, но тем не менее. Если так разобраться и посмотреть даже на статистику популярных игр, например, в Стиме, то вы увидите, что Warface занял бы приличное место в первой пятерке-шестерке игр. И это очень круто. Единственная проблема нашей игры, это то, что у нас онлайн разбит по серверу. Если бы все играли вместе, никаких проблем просто бы не было. И еще один очень важный, почти такой же важный, как предыдущий момент, предыдущее событие. Это то, что, дорогие игроки, вы не поверите, может вы скажете, что это не так, но действительно, наша администрация, наконец-то, впервые за все годы существования этой игры, по-настоящему, стала интересоваться нашим мнением. И вы скажете, Рокутагин, а с чего ты это вдруг взял? А все дело в том, что последнее время, последние полгода, так точно, в группе постоянно проводятся опросы. Причем раньше такого не было. Группа это беседа. Беседа ютуберов и админов. И они постоянно создают посты, опросы, где мы, они прямо так и говорят, можете хоть с матами пишите, правда, что вы думаете, на что жалуются игроки, что не нравится вам, что бы вы хотели улучшить. То есть, если раньше они считали, что они все знают, теперь они немножко опустились на землю и понимают, что действительно, как бы, у них есть опыт, они многое знают, но не всегда то, что думает создатель, устраивает того, кто этим пользуется. Разработчики Автоваза, привет вам! Вы следующие! Ну а в целом и в общем, что можно сказать, друзья? Вы знаете, 2020-й не был, по-честному, прямо таким очень хорошим годом для Варфейса, но и нельзя сказать, что он был катастрофически плохим. Так что я бы не стал сильно бить панику после объединения серверов, мы вновь окунемся, возможно, в тот самый Варфейс, где искался паблик, где действительно был хороший онлайн, где всегда можно было найти кого-нибудь с кем побегать на командных боях, погнуть раков, где искались быстрые ремки. И было живо ПВЕ. Кстати, разработчики, всё-таки, ну подумайте ещё раз, ну какие куски спецоперации ПВЕ, это муа, это сок, вот серьёзно, спецухи вообще перестал бегать. Хотя мне нравится тот же Анубис или, например, Припять, но я бегаю обычные с ложки, кайфово бежишь, стреляешь как разминочка, это намного лучше, нежели то, что вы придумали на полигоне, честно. Так что я бы не стал сильно прямо беспокоиться, что всё, Варфейс умрёт, умрёт, не умрёт он, и если объединение серверов сработает, то ещё на несколько лет, как минимум, мы получим удовольствие в этой игре. Ну а к тому времени наши разработчики, я надеюсь, уже выпустят продолжение, либо аналогичную, похожую по многим полюбившимся нами механикам игру. В любом случае, 2020-й уходит, и я надеюсь, от всей души надеюсь, что 2021-й станет прорывом, станет возвращением того самого Варфейс. Ну ладно, с Варфаситом разобрались, теперь расскажи-ка нам, как прошёл у тебя 20-й, и как ты собираешься жить в 21-м? Ой, капитан, очевидность, если честно, у меня 2020-й был непростой. Во-первых, я переехал за 1300 километров от своего прошлого места жительства, от Москвы. И теперь, если раньше я жил в мегаполисе, теперь я живу, ну если честно, в глухой деревне, на отшибе причём самой этой деревне, а дальше только поля и степи, и больше ничего. И вы знаете самое интересное? Я счастлив до жопы, если честно. Это ни в коем случае не означает, что я ругаю Москву. Я отдал этому городу почти 18 лет своей жизни. И вы знаете, собственно говоря, не жалею, но я всегда был человеком из глубинки. Собственно говоря, не из глубинки, но с тундры. Оттуда я переехал, я переехал из покоя, переехал в шум большого города. Но, к сожалению, так к нему до конца и не привык. Здесь мне хорошо, мне всё нравится, на улице плюс 8, всё здорово. В общем, я всем доволен. Главное, есть интернет, есть нетфликс, кинопоиск, все дела, короче. И мы с женой, такие спокойные, тихие домоседы. Для нас тут практически рай на земле. А вот в плане контента, кстати, было вообще нелегко. Во-первых, я стал зашиваться с двумя каналами. Я долго не мог придумать, что с ними делать. То так, то сяк, то я пытался, сука, стримить, что мне надоело в течение менее чем через месяц. И в итоге всё-таки творческий кризис закончился. Закончился, да. Не беспотеть, прямо скажем, посмотрите на просмотры. Но я думаю, что это вопрос. Решаем. Главное, как говорится, терпение и труд всё перетрут. В крайнем случае нет. Итак, в 2021 году, друзья, что вам могу обещать? А обещать могу вам следующее. Регулярные, может быть, через день, порой каждый день, видосы Powerface на этом канале. Иногда, когда тем или желания будет немного, прямо скажем, я буду делать их реже. Но это не значит, что я прекращу их делать. А на втором же канале теперь я окончательно определился, и я буду в основном снимать Сталкер. Почему-то моим зрителям больше всего заходит именно эта игра. И, кстати, ссылка на второй канал есть в описании. Видео по Сталкеру будут выходить часто. Часто это чаще всего каждый день, либо через день. Каждый день, через день. Я надеюсь, мой друг друга поняли. Что касается других игр, вы знаете, друзья, вы много писали. Сними ещё Warzone, сними ещё что-нибудь, сними прохождение какой-нибудь игры. Я прекрасно понимаю, что вы хотите, чтобы видосов по разным играм было много. Но поскольку я на Ютубе седьмой год, я уже всё это перепробовал и понял, что и как я хочу делать. И вы знаете, на самом деле, я бы снимал видео по разным играм, но в сутках только 24 часа. А я не снимаю видео как раньше. Если раньше на видео по Warface мог уйти час-полтора, я просто снимал, тут же мы всё с кэпом оформляли и тут же заливали. А видео по прохождениям так вообще были сплошным удовольствием. Просто снимаешь, делаешь картинку и заливаешь как есть. То теперь, друзья, на одно видео по Сталкеру может уходить 5, 6, а то и 8 часов. Ну и отсюда надо понимать, что спамить по 3 ролика в день, как раньше, уже не камильфо. Да и физически просто невозможно. Но вопрос, а нужно ли это? Всё-таки с годами я пришёл к выводу, что главное это не, как говорится, кормить контентом своих подписчиков, а доставлять им истинное удовольствие. Работать не столько на количество, сколько на качество, чтобы твои видео могли пересмотреть через год, через два или через три. И именно к этому я и буду стремиться в 2021 году. А вас ещё раз от всей души поздравляем. С Новым Годом! С Новым Счастьем! От души, братишка! Братуха, дай 5! Кстати, ты говорил, что после вкусия от видоса будет сладким. Чё-то говно попахивает. А, сука. Кокос!